А вам не кажется, что вообще появление такого человека, как Трап, во главе Соединенных Штатов, оно не случайно? Что это отвечает каким-то определенным вызовом времени, что ли? Ну, посмотрите, Путин, Эрдоган, Орбан, новый этот президент Филиппин, они все чем-то похожи. Я понимаю, о чем вы говорите, и может быть даже... Плюс, извините, такие ситуации, как в Европе, активизация правых в Берландии, Австрии, в Польше, да, совершенно верно. Вы знаете что, давайте просто будем иметь в виду следующее, все эти люди, о которых вы говорили, все они, они все политики. Они же не взялись ниоткуда, они все политики, эти люди. Более того, они в какой-то степени идеологи. У них есть определенные идеологические построения. Ну да, с этим они... А у Этоба вообще ничего нет. И он вообще не политик. Значит, мой близкий друг, могу это теперь сказать, Фил Донахил, когда-то знаменитый человек на американском телевидении, теперь уже несколько лет, так сказать, на пенсии. Вот мы всю ночь с ним сидели, смотрели результаты этих выборов. И он в какой-то момент повернулся ко мне, он либерал, Фил. Он, так сказать, так же, как и я, по сути дела. Хотя я не очень люблю, чтобы меня приписали куда-то, потому что в чем-то я либерален, а в чем-то, наверное, консервативен. Он повернулся ко мне и сказал, сказал мне по-английски, America deserves Trump. Америка заслужила Трампа. Он считает, что это наказание. И что, вот, заплатите за это, потому что вы забыли много-много-много чего. Вот, так что отчасти я думаю, что то, что вы говорите, правда. Но если вы говорите о Путине, смотрите, Путин появился сколько, ну, появился уже 16 лет тому назад. А до этого, ну что, был там Путин. Ведь, опять, если б не Борис Березовский, а если б не тот факт, что Борис Николаевич Ельцин уже не управлял страной, все больше, так сказать, налегал на спиртное и был глубоко нездоров, то, конечно, никакого Путина бы не было. А почему он появился? Да потому что так называемые олигархи, они были настоящими олигархами, в отличие от сегодняшнего дня. Потому что сегодня нет олигархов в России. Есть просто богатые люди, но нет людей, которые управляют страной. Осталось название. Осталось. Но это просто очень важно не путать. Так вот, олигархи, те самые настоящие, ведь они управляли страной, а видя, что Ельцин уже совсем не может, они искали какую-нибудь там, какую-нибудь куклу, которую можно было бы вот дергать. И они решили, что вот она, кукла-то. А я потом разговаривал с Борисом Абрамовичем много раз, когда он уже был в Англии. Говорит, ну что, я ошибся. Ну да, такая ошибка так, не шутейная. Так что, очень часто бывает такое, знаете, случайное стечение обстоятельств. И вдруг на этом вылезает какой-то человек. Я имел в виду некоторое сходство таких характериологических особенностей. Ну, вы имеете в виду авторитарность. Да, да, да. Хамоватость. Такая, такие, даже, знаете, вот с колодицейским солдафонским шуткам, вот эти обращения к нации, да, мы вас поднимем там с колен. Ну, кто, 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 как. Ну, знаете, даже Наполеон так говорил, а ведь был не глупый человечек. О, да, конечно. А говорил. Так что тут и да, и нет. Вы смотрели сегодня реакцию, как отреагировали в России, в Москве по поводу... А по телевизору? Да. Нет. Я сегодня был в самолете. Ну, вот это, вот это тоже для меня было совершенно шокирующее. Ну, то, что отреагировала там благосфера, да, там по-своему. И очень многие пишут о том, что мы умыли Штаты, да, мы, Москва, да, умыли. А самое поразительное произошло в Думе. Это была овация, когда было сообщено о том, что Трамп победил. То есть они, если вы помните, отказались когда-то почтить память Бориса Немцова. Ну, а Трампу была устроена овация. И заявление Пескова на пресс-конференции, он сказал, у Путина и Трампа феноменально схожие позиции по приоритетным мировым вопросам. Это что такое? Ну, давайте попробуем разобраться, что это такое. Первое, это то, что люди, живущие в России, не имеют никакого представления о том, кто такой Трамп. Вообще не имеют представления. То представление, которое они имеют, это то представление, которое им внушили. Ну, кто внушил? Ну, прежде всего, телевидение внушило. Это те новости, которые они получают. Это та информация, которую они получают. Что Трамп вот такой, сякой и так далее. И информация по поводу Хиллари Клинтона. Кто она такая? Значит, давайте вспомним, что в течение всей своей предвыборной кампании Хиллари Клинтон не раз и не два, крайне резко, я бы так сказал, порой оскорбительно, высказывалась по поводу Путина и по поводу России. Как вы понимаете, россиянам это не нравится. А им все это сообщали. Ну, конечно. Сообщали, как есть, не преувеличивали. Ну, и потому что то, что она говорила, ей не надо преувеличивать. Значит, некоторое возникло ощущение, что Клинтон не любит нас, русских или Россию. Договориться с ней будет невозможно. У нас и так плохие отношения, они будут еще хуже. А Трамп вроде хорошо говорит о России. И ничего плохого по поводу Путина не сказал. Так может быть, с ним удастся что-то делать? Вот это общее такое ощущение. Что касается Государственной Думы, то, конечно, пусть меня простят, но там нет знатоков Америки. Это не их дело. Я разговаривал даже с некоторыми, которые работают в так называемом комитет по международным вопросам. Ну, это слезы. Ну, не знают. Хотя полагают, что очень хорошо знают. Но они знают так же примерно, как в Сенате знают Россию. Это очень похоже. Понимаете? Ну, вот. Поэтому и реакция такая. Потому что на самом деле, на самом деле, многие хотят, чтобы были улучшения отношений. Ведь очень плохо сейчас. Очень все так, как-то так попахивает керосином. не нравится. Благосфера – это вообще малоинтересно. Мы умыли, не умыли. Но то, что очень сильные антиамериканские настроения, это правда. Гораздо хуже, чем в советское время. Гораздо хуже. Вот, собственно, что мы имеем. Вот и это имеем. А что сказал Песков? Я думаю, что… Ведь Песков очень неглупый человек. Но я думаю, что он полагает, что с Трампом удастся договориться по некоторым очень важным для России вопросам. Например, по Сирии. Удастся договориться. И это уже будет колоссальный шаг. Возможно, удастся договориться по поводу Украины. Ну, это вообще, знаете… Возможно, Трамп будет стремиться к тому, чтобы снять санкции. Ну, тогда что вы хотите? А это все не маловероятно. Это вполне может все быть. Ну, и тогда все будут аплодировать. А если не получится? Тогда не будут аплодировать. Тогда сразу найдут другие слова. И также быстро изменят общественные мнения, как в эту сторону. Вы знаете, я только хочу сказать, что это общее явление. Это не то, что в России. В любой стране. Я никогда не забываю то, что сказал Герман Геринг. Я не знаю, все ли ваши зрители помнят, кто это был. Но это был фильм «Маршалл». Ближайший к Гитлеру человек. Геринг. И незадолго до того, как он яд принял, чтобы его не повесили после Нюрнбергского процесса, где его приговорили к смертной казни, он давал интервью одному американскому журналисту. И в этом интервью он говорит, я не могу сказать слово в слово, но очень близко, он говорит, слушайте, никто не хочет воевать. Ни англичане, ни американцы, ни немцы, ни русские, никто. Но ведь не они принимают решения, а принимают решения власть. Неважно, коммунистическая диктатура, фашистская диктатура, парламентская республика, президентская республика, это не имеет никакого значения. Заставить народ пойти за тобой – дело легкое. Надо только доказать им, что на них нападают. И еще доказать, что те, которые противостоят войне – предатели. И говорит, это очень просто. Мы знаем, как это делается. Это всюду делается. Слушайте, а тот облик Путина, который существует сегодня на Западе, здесь и вдуматься. Это же демон просто. Это хуже Сталина. Но это же бред. Можно не любить Путина. Я, например, не люблю его. Я не поддерживаю его политику. Много ее политики. Кое-что я считаю правильно, но многое нет. Ну и ничего. Ну и что дальше-то? Но вот этот облик, какого-то вурдалака, что ли, который сейчас будет у всех кровь высасывать, там на обложке «Экономист», ну, серьезный журнал, томно-синий, зловещий портрет Путина, вместо зрачков красные боевые самолеты. Ну, ребят, вы куда-то загнули. Это что, журналистика называется? Пугают. Пугают, как говорил Геринг. Только надо напугать.